ПЕСНЯ Чтобы не были потеряны дети, могилевские автолюбители поздравили с наступающими праздниками ребят из соцприюта. Немножко хочется подарить им тепла, уюта, каких-то позитивных эмоций. Что принес им Дед Мороз. А также очередные пробки, новое производство шин и да здравствует весна. Синоптики обещают оттепель. Сколько градусов покажет термометр. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Конец прошлой недели Александр Лукашенко провел в Африке. С рабочим визитом глава государства посетил несколько стран. 9 декабря президент прибыл на материковую часть экваториальной Гвинеи. Белорусского лидера Утрапа встретил руководитель страны лично. По итогам переговора в узком и расширенном составах достигнуты важные договоренности. Первое создание хаба по продвижению отечественной продукции на рынке Центральной и Западной Африки. А двусторонние взаимоотношения Минска и Малаба теперь определяются дорожной картой, рассчитанной на несколько лет. Вы поставили перед собой грандиозную задачу. Я обещаю вам, как своему другу, что эту задачу мы можем решить. Все те проблемы, которые надо решать сегодня в Гвинеи экваториальной, мы решали в Беларуси, начиная 30 лет тому назад. Нам это все знакомо. Поэтому мы к вашим услугам. Мы сегодня подписали документы, вы видели, которые носят общий характер. Но в развитии этих документов мы уже зафиксировали, подписали, договорились о 74 конкретных проектах. Вот это подвиг, который совершили члены правительства экваториальной Гвинеи и Беларуси. 10 декабря поездка продолжилась. Поздно вечером Александр Лукашенко побывал в Кении. Эта часть для нашей страны наименее изведана. Активизировать сотрудничество и наметить конкретные проекты президенты условились на недавнем климатическом саммите в Дубае. В перспективе может появиться и дорожная карта проектов. Слишком близки. В Минске оперативники в сфере нравов задержали педофила. Вычислить любителя помладше удалось с помощью интернет-разведки. 26-летний столичный житель совратил 14-летнюю школьницу. Фигурант познакомился с потерпевшей в соцсети. Зная в возрасте девочки, на протяжении недели вел с ней интимную переписку и присылал свои откровенные фото. После настоял на встрече у себя дома, где совершил в отношении нее развратные действия. Я познакомился с несовершеннолетними девочками в социальных сетях, также в мессенджерах, в том числе в Телеграм. Наша переписка начиналась с обычного привет. И спустя некоторое время я уже предлагал с ними вступить в половую связь. Девушкам, с которыми я знакомился, было по 14 и более лет. Следователями возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении заведомо несовершеннолетней. Проверяется причастность задержанного к иным преступлениям в отношении детей. Сотрудники органов внутренних дел постоянно мониторят соцсети и мессенджеры с целью своевременного выявления и привлечения к ответственности лиц, причастных к развратным действиям в отношении несовершеннолетних. Напоминаем родителям о необходимости ответственно относиться к безопасности своих детей, которые в силу возраста могут не понимать, что в отношении них совершается преступление. Даты агитационного периода, белорусский мусоровоз и второй путь, четвертая платформа. Белжеде ввела новый график движения поездов. Что изменилось? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Агитационный период в преддверии выборов в парламент и местные советы начнется 31 января, сообщили в ЦИК. Собрания, пикеты, митинги в уведомительном порядке, встречи с избирателями, изготовление печатных материалов. Бесплатно кандидаты в депутаты Палаты представителей смогут разместить свои предвыборные программы, печатных СМИ выступить по телевидению, радио, принять участие в теледебатах. Кроме того, они вправе создавать собственные избирательные фонды и финансировать за счет этих средств любую, незапрещенную законом, агитационную деятельность. Беларусь и Россия планируют построить в 2024-м завод по переработке шин. Страна-соседка заинтересована опытом нашего государства. По параметрам будущего объекта производственная мощность будет достигать 15 тысяч тонн в год. Для такого вида отходов это хороший показатель. Стоимость 812 миллионов рублей. Россия также заинтересована в работе с МАЗ над совместным выпуском автомобиля с поворотной осью для производства мусоровозов, которые работают в стесненных городских условиях. Ситуация на границе с ЕС остается напряженной. Очереди большегрузов сохраняются во всех направлениях. По тысячу фур ожидают въезда в Евросоюз перед польским погранпереходом Кукурыки. Самый загруженный маршрут на литовском направлении – Шальчинин-Кай-Бенякони. Контрольные службы пропустили на свою территорию всего 28% грузовиков. Есть заторы и из легковушек. Белжида теперь работает по новому графику. Он будет действовать в течение года. Расписание 762 пассажирских поездов сформировано с учетом мониторинга спроса и анализа клиентов. Минск, областные центры и другие крупные города свяжут более 60 рейсов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса. До плюс четырех в Беларусь 12 декабря придет оттепель. Большую часть республики накроют осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами прогнозируется образование слабого тумана и гололеда. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер южный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до минус четырех. Днем поднимется на несколько пунктов. Выбор сделан. В Бобруйске образована городская избирательная комиссия. Решения по кандидатурам приняты во время заседания Президиума, Горисполкома и Горсовета депутатов. Состав в количестве 11 человек утвержден единогласно. В него вошли представители политических партий, общественных объединений и граждане, выдвинутые путем подачи заявлений. Соблюден и важный принцип – госслужащие не превышают третий от общего числа. Далее комиссия будет заниматься подготовкой к проведению выборов при содействии Горисполкома. Этап выдвижения кандидатов депутаты начнется 17 декабря. Сам единый день голосования, напомним, намечен на 25 февраля. Качество работы. В магазинах продолжается мониторинг цен и ассортимента товаров. В преддверии новогодних праздников особое внимание к каждой витрине. Все потребности покупателей должны быть удовлетворены. Тема на контроле главы государства. На полки супермаркетов заглянула Елизавета Липеева. Депутаты отправляются на мониторинг цен в один из крупных магазинов Бобруйска. В первую очередь внимание обращают на хлеб, яйца, сахар, молочку и мясо, яблоки. Социально значимые продукты всегда в изобилии должны быть представлены на полках. На них по карте лояльности действует 5-10% скидка. Радует, что большая часть ассортимента белорусского производства. Своё родное отмечено специальным логотипом. Есть акции трёхдневные на выходные дни, пятницу, субботу, воскресенье. Большой ассортимент товаров с глубокой скидкой. Есть двухнедельная акция, которая проходит. Они представлены здесь в акционной зоне. До Нового года чуть меньше трёх недель. Совсем скоро горожане отправятся с большой тележкой за продуктами к праздничному столу. Некоторые уже присматривают любимые лакомства. Этот ритейл – один из точек притяжения последних чисел декабря. Выбирают гипер из-за удобства. В залах можно найти всё – от свежих фруктов до ёлочных украшений. Выбор просто обалденный. То есть здесь мясо, сыры, такого нет, мне кажется, ни в одном магазине. Выпечка очень вкусная, суши у них очень вкусная. Ну, где-то можно переплатить, но действительно здесь вкусно. Цены по сравнению с другими магазинами здесь дороже, но магазин очень аккуратный. Приятно зайти. Постоянно у них здесь. Всё свежее. Да, всё свежее. Мы тут часто бываем. Всё вкусное, даже вот они готовят очень вкусно. Хороший магазин. Как этот магазин открылся, хожу только сюда. Мне здесь очень нравится. Здесь комфортно, чисто, аккуратно. Приятное обслуживание. Предпочитаю всё белорусского производства. Здесь хороший выбор всегда зелени, хлеба, выпечки. Следующий в очереди на мониторинг – ещё один крупный маркет. Депутаты палаты представителей национального собрания, представители управления торговли обращают внимание на каждую деталь. Заглядывают и в книгу жалобы и предложений. Берут на заметку всё, чтобы покупатель был доволен. Задача номер один – действительно, чтобы не было спекуляций перед новогодними праздниками, посмотреть, как формируется цена, что делают, скажем, торговые объекты для того, чтобы привлечь покупателя, ну и какие бонусы и скидки ждут нашего потребителя. Замечаний в сторону торговых объектов нет. В магазинах большой ассортимент на любой кошелёк. Незначительный рост цен на некоторые товары в пределах нормы. Плюс приятные бонусы в виде скидок и богатые на выбор акционные отделы. У нас практически идёт ежедневный мониторинг, обследование объектов торговли. Это и рабочие группы, это и профсоюзы у нас работают, и депутаты различного уровня, и местные советы депутатов, и национального собрания Республики Беларусь. Этот вопрос находится на постоянном контроле. В других странах мира ситуация в магазинах не такая вкусная. К примеру, для некоторых жителей Германии Рождество в этом году будет не по карману. Праздничный стол обойдётся в разы дороже, чем обычно. Всё из-за продолжительного увеличения цен на продукты. Эксперты отмечают, в среднем прирост 30% и такое нескромное повышение всего за два года. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Мечты сбываются. Представители автосообществ Могилёвской области привезли в социальный приют новогодние подарки. В благотворительных акциях организаторы участвуют не первый год. На призыв собрать малышам презенты откликнулась вся Беларусь. Игрушки, предметы обихода, гигиенические средства, сладости. Увести мешки с новогодними подарками смогли аж на пяти машинах. Помогаем детям, находящимся в тяжелых жизненных ситуациях. В этом году мы решили расширить географию поездок, не только Могилёв. Сегодня мы приехали в Бобруйск и поедем в приют Осиповичского района. В дальнейшем на следующих выходных в Чаусский район поедем в город Могилёв через неделю. Стараемся охватить как можно больше деток. Мы попробовали себя поставить на место этих детей. И поняли, что на Новый год приятно получать подарки всем. Откликается и внутреннее состояние, и деткам будет приятно. Никто не может их порадовать, заботой окружить. Родителей у них нету. И немножко хочется подарить им тепла, уюта, каких-то позитивных эмоций. Веселый клоун Дед Мороз и Снегурочка подарили воспитанникам учреждения яркий праздник и много незабываемых эмоций. Кроме того, поздравить ребят с наступающими праздниками приехали и представители Государственного таможенного комитета «Могилёвская таможня». Они привезли ребятам сладости, фрукты и констовары. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!